будет полезно просветиться ну конечно эфир он такой будет понятное дело что не научной медицинской термины я буду вещать english language people i'm sorry but our today live stream will be on russian because i will be talking about some medicine problems with our vertebra with our joints and i will be speaking about my education my first with my first educations i'm a doctor i have medical educations that is why i have a lot of questions about our dancing medical aspects of dancing there is why our live stream will be on russian ну собственно давайте начинать эфир будет записи возможно я сохраню потом в ижи тв еще выложу кто еще подсоединяется да вижу и русские и западные именно арабские и собственно начинаем я не думаю что будет очень долго я честно говоря немножко смущена тем как мне донести эту информацию потому что я не вижу ваших прямых вопросов у меня в голове огромное количество информации невозможно 9 лет учебы в университете огромное количество лет работы с этим взаимосвязей изложить как-то тезисно лен привет изложить тезисно в то чтобы всем было понятно наш аспект но в целом начнем с того взаимосвязь движениям суть в чем вы понимаете что бог или там вселенной как хотите создатель нас создал движущимися то есть мы имеем огромное количество мышц суставов и связок в нашем теле в одном только позвоночнике в одном только шейном отделе 7 позвонков как вы знаете и все эти позвонки даже станет а не привет да девочки тоже если что там вставляете свое свои слова можете какие-то вопросы задавать начну популярно чтобы все это понимали что все в природе не просто так ну вот даже если взять наш любимый шейный отдел потому что в самый мобильный из всех отделов позвоночника днем 7 шейных позвонков которые между собой соедены и не просто так позвонки взяли соединились а у них большое количество суставчиков отростков и эти отростки между собой все соединяются суставами это все двигается огромное количество мышц то есть уже бог нас создавал зная что мы должны двигаться движение это жизнь вот все знают этот тезис но мало кто действительно вдумывается в него то есть он не просто так сказан не будет движения в нашей жизни все сваливается пожалуйста свой мы пиджачок свой душа наша откидывает отправляется дальше в новый пиджачок какой-нибудь допустим или там в другие свои пути ну ладно этот момент отпустим духовную речь идет о физическом вот то есть предполагается что мы должны двигаться более того мы понимаем что в этих мышцах есть огромное количество сосудов вены артерии мелкие вены да эти мелкие артерии артериола капилляры венулы лимфатические протоки сосуды нервы все это те же самые сосуды они тоже высланы мышцами мышечный оболочек у них у всех все это двигается и благодаря движению все это существует вот но собственно гоняет по всему всю эту энергию жизни по всему телу наше сердце который тоже мышечный орган вы знаете мышцы всюду и эти мышечные органы сокращать сокращая сердце она посылает везде жизнь это я к чему все ведут так новичок восточных танцах очень давно более девяти лет наблюдая за вступление восточный красавец расскажите покажите пожалуйста про тряски анастасия я прошу простить у нас сегодня эфир напомню еще раз не танцевальные у нас сегодня эфир медицинские танцев не будет будет только вещание говорящей головы вот тех вопросов которые мне задавали в течение всего этого времени и в общем медицинский эфир вот вернемся к нашему движению то есть все эти мышцы все это должно двигаться вся эта конструкция если она не движется не двигается вы понимаете по разным причинам ну возьмем такие самые простые социальные человек лежит целыми днями на диване или у него вынуждены положением например парикмахер он целый день стоит вынужденном наклоне вот а корпуса у него голова шея и что-то вечно там стрижет делает или стоматолог которых нам где-то в ротовой полости копается целыми днями вынужденном положении спины и плечевых поясов шеи и то есть те мышцы которые должны двигаться они не двигаются они наоборот одна часть мышц она находится в перенапряжении в гиперактивном таком даст гипертонусе статическом нет в каждой мышце должно быть статика и движение то есть напряжение расслабление они только все время статика или наоборот растяжение дикое расслабление и вот у него отдельные участки мышцы они у него расслаблен другие наоборот напряжены соответственно в этих мышцах начинает проходить происходить начинают развиваться дистрофические процессы потому что начинает страдать система кровоснабжения этой мышцы эти несчастные капилляры в пережатом состоянии все мышцы все работает у них там также они вынуждены пока поглощается кислород выделять углекислоты побочные продукты обмена всякие азотистые шлаки и прочее а выводиться все это нормально не может потому что мышца находится в скажем так в болезненном состоянии она не может нормально двигаться и не может быть нормальное кровоснабжение и вот fly dance подольск присоединился так прожить я сейчас в владельце подольский здесь значит кто-то очень девочки всем привет я уже путаюсь я только знаю что у меня два телефона один через мой вай-фай другой через йоту главное чтобы везде была связь хорошая ну вот соответственно в этой мышцы который ишемически начинает поражаться ей не хватает питательных веществ кислорода она либо в гипертонности в сжатом либо она в растянутом состоянии в любом случае и питание нарушается все начинает происходить дистрофические дегенеративные процессы к примеру мышца страдает 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 но все еще пытается как-то быть сохранной потом рано или поздно едет все надоедает предел прочности у нее исчезает и она начинает умирать и замещаться к примеру тот же самый соединительной тканью тупо рубцом если вы кожу где-то порезали да потом кожа когда срастается она уже не не сама срастает или там вот глубокие разрезы до связок до вода по неврозу все это срастается через соединительную ткань мышцы не исключение когда она тоже находится в них долго в болезненном состоянии исчезает ее предел прочности она тоже начинает замещаться интим к и не только она это я на примере мышцы все в теле работает по этому принципу те же самые связки возьмем позвоночник вы понимаете что позвоночник он окружен мышцами но он сам состоит из огромного количества связок там передние продольные задние продольная сам даже сам диск вот если взять кость позвонок и позвонок не позвонки между собой соединяется дисками вот этими замыкательными пластинками соединительной тканами это связки все связочная ткань соединительная и внутри вот это вот пульпозное ядро нуклеус пульпозус она такой гелеобразная жидкая и там много влаги все в чем польза это зачем нам природы даже дала это студенистый ядро ты как-то сама диск межпозвонковый который вы грыжи любит выпадаете сделать но во-первых амортизация вот мы ходим до наш это все из-за того что мы вертикально расположены и у нашей нас есть позвоночник который вот мы там амортизирует придают движение гравитации земле ходит мы там танцуем бегаем что-то делаем все это амортизирует если бы не было этого диска который все это смягчает то было бы беда всем нам сразу мы бы не смогли бы жить и делать все то что мы делаем вот первый момент ну и второй момент тоже движение в разные плоскости то есть позвонки относительно друг друга благодаря вот этим вот диском они как-то смешаются вопрос том что мы для этого делаем для того чтобы эти диски и связки все позвоночник и мышцы держать в здоровом состоянии но относительно здорово потому что идеально здоровых людей нет мы все это понимаем теперь далее к вопросу взаимосвязи движения потому что я тут слежу от своего плана чтобы не уделяться на вот следующий у нас был сама суть нашего урок ну как наши встречи с вами дискуссии физическая нагрузка при дистрофических интегративность позвоночника вот вся эта моя дискуссия в начале было сказано потому что мы понимаем что движение является неотъемлемой частью нашего бытия вопрос том как много движения то есть вы понимаете что если человек живет в гиподинамии он не двигается или у него работы связаны с вынужденными стоящими положениями непонятными плюс если у него еще огромная масса тела которая превышает физиологическую возможность его суставов тех тех же самых поясничных позвонков возьмем дисков человек там весит 120 килограмм а его позвоночник рассчитан на ну допустим 65 70 килограмм те же самые тазобедренные суставы вот на этих огромных суставах очень мощных на которой вот они тазобедренные суставы вертлужную впадину ходит у даже кочей кости таза вот и на них и нужно держать всю вот эту вот массу и как-то ее перемещать двигаться ходить и прочее если человек там весит 100 килограмм по разным причинам одно дело если это болезнь эндокринные разные бывают болезни приводящих таким состоянием и люди их лечит а другое дело что человек ну просто хочу есть и все как бы кто бог дал мне голову и потому что я в людям вот я буду есть все что я хочу и мне плевать на все вот то есть неуважение к своему телу есть непотребность да вот эти насыщенные жиры всевозможные фестфуды непонятны которые там просто десятилетиями мне кажется в кишечнике застаиваются потому что наша пищеварительная система не готова к такому к такой еде она больше живой еды и фрукты и овощи белки жиры но жиры опять-таки животные в смысле легко усвояемы я говорю не от угоплавки животных жира как курдюк баранель там говяжий жир а других жирах тот же самый желток в яйцах или молочный жир ну и конечно же растительные жиры это первая причина всякие оливковый кундук жутный грецкий грецкий прочь но это уже другая тема питания все от нее отошли я к тому что сустав девочки если я говорю что-то очень сложно или быстро много вы мне останавливать потому что если аста понесет тем временем аста понесло много все вот этих вот взаимосвязи все все связано с позвоночником с движением на вот так возвращаясь к тому что вот забедренные суставы они должны им определенное количество выносить на себе килограмм определенный у них запас движения есть если человек превышает этот лимит до перегружает сустав там не 60 килограммами а 90 вы представляете то есть сустав начинает быстрее изнашиваться он страдает у него быстрее развивается дегенерация тканей и дистрофии тканей со всеми вытекающими отсюда последствиями виде болезни этих суставов и окружающих тканей потому что сустав он не сам по себе вокруг него куча связок и мышц и эти нервы сосуды лимфатические все 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 это взаимосвязано ты все начинает вовлекаться в процесс просто потому что человек там весил 120 килограмм и он просто до не следил за своим здоровьем за своим весом тела который ему природа дала ну вот тот же самый момент и в отношении позвоночника в отношении гиподинамия сам хрящ вот внутри этот нуклеус пульпоза хрящ он не имеет сосудов к нему вся жидкая часть пропотевает и сверху из замыкательных пластинок вот из этих связок плотных из окружающих ткани методом диффузии соответственно это все возможно благодаря движению в позвоночнике если позвоночник не двигается никогда по разным причинам или минимальное движение соответственно в его тканях возникает застой ну все а где застой там болезнь там это все мужу только что сказали вот поэтому первая причина для нашего здоровья для здоровья наших всех тканей я на примере позвоночника да говорю обо всем теле потому что мы все в мышцах мы все в сосудах в нервах этому всего нужно движение первопричина движения то которое вам нравится то есть это может быть и там йога и пилатес и танцы и просто фитнес но опять-таки без фанатизма теперь дальше дальше перейдем к другой части это я вкратце сказал да что тезис то что движение есть необходимо им приветик а теперь я хочу сказать о золотой середине вы понимаете что все профессиональные спортсмены кто или там болеруны которые там на пенсию ходят по моему 40 лет это же тоже неспроста у них официально артисты балета выходят очень рано на пенсию спортсмены все очень рано становится инвалидами профессиональные профессиональный большой спорт никого еще не сделал сильно здоровым вы понимаете здесь замешаны другие уже ценности люди тут большой спорт то есть не только не для того чтобы быть всю жизнь здоровым и прочее но это мое видение вот я к большому спорту не отношусь я отношусь к физической культуре именно то есть человек должен заниматься физической культурой развитием себя вот то есть я к чему веду если наоборот вы начинаете огромное количество времени много часов день заниматься спортом перегружать наоборот чрезмерно свой сустав суставной аппарат мышечный какой хотите сердечный то соответственно происходит его быстрее износ ну понятное дело если это ваша профессия если вы например танцор у вас там по 8 часов тренировок в день и вы никак от этого не уйдете это ваша работа то соответственно просто вам следует больше отдыхать да там ночами там спать предположим восемь девять часов сколько нужно вашим тканям вот соответственно питание адекватно потому что если вы танцор или там вы спортсмен вы много у вас на ногах или вы грузчик вы большое количество времени проводите в движение и вы при этом еще вас дефицит питания то есть вы не доедаете тупо белков вы мало пьете напомню очень важен водный режим для здоровья дисков потому что он вот этот вот пульпозное ядро там огромный процент воды такая железистая структура вокруг тоже то есть когда не хватает там воды это все начинает быстрее дегенерировать распадаться и потом последствия уже может выпадать вот через эти задние продольные связки про вот это вот замыкательную пластинку эти связки как бы прорывать и выходить уже в туда куда не нужно и формироваться там грыжа протрузии прочее то есть водный режим обязательно не нужно себя сушить поэтому все вот эти соревнования сушками я тоже не приветствую ибо это не есть полезно в первую очередь для здоровья тех же самых суставов ну и у женщины тоже для ее красоты да то есть было бы странно люди там сушатся со страшной силы у них там обезвоживается жутко все лицо и потом они себе там начинают гиалуронкой закалывать чтобы это лицо было нормально ты вся сухая ну то есть мы понимаем да не просто гиалуронка воду задерживает на какое-то время объем дает за счет воды гель это то есть человеку свойственно странное поведение вот я к тому что даже для женской красоты не нужно ограничивать себя водном режиме но и без фанатизма то есть не нужно пить 5 литров в сутки целый день пью и пищу вот вернемся и к питанию там белковому мы все белковые субстраты то есть те люди которые не доедают белков не только их но еще и жиров и углеводов я напомню те кто фанаты ошибочного здорового питания все наши гормоны в основном особенно половые состоят и холестерина есть конечно холестерин плохой хорош и так называемыйatt высокий дальние по протеиды высокой плоскости низкой плотности так вот харивен в том числе состоит исходить плохого холестерина так называемый либо практически days низкой плотности поэтому потребление их тоже важно не нужно себя там постоянно и жить есть мега обезжиренные вопрос том какое количество всего этого едите сколько сколько вы тратите. Потому что все, что вы, залог здорового питания, то есть здорового физической деятельности, это когда ваше потребление энергии и ваше выделение энергии, оно одинаково. Если вы потребляете больше, чем вы можете растратить, у вас начинается откладываться все в жировых депо. Если вы поедаете меньше, чем вы тратите, вы начинаете худеть. То есть в зависимости от того, какой вы цели придерживаетесь. Так, по питанию немножко я донесла, по физическим нагрузкам. То есть я хочу сказать, что не нужно себя перегружать, говорить в том, что там, я там занимаюсь 8-9 часов в день спортом, непонятно, что это у меня спина болит, странно. Или там человек лежит всю жизнь на диване, там у него работа в компьютере, он там компьютерные игры делает, программист. Или он все время в вынужденном положении, 20 лет стоит парикмахером, работает и не понимает, что это у него шея стала болеть, что-то у него поясница болит, хотя просто иди после работы час там поплавай, позанимайся в фитнес-клубе, походи на танцы, растряси все это, поработай всеми своими суставами и будь тебе счастьем. Вот, об этом мы с вами только что уже поговорили, про физическую нагрузку. Далее вот, все за и против. Тоже я вам сказала, что перегрузка не есть хорошо, недогрузка не есть хорошо. Везде должна быть золотая середина. И вы знаете, просто мне хочется вспомнить один случай, ну, такой пример. Я когда работала в больнице врачом, нас периодически, ну, то есть в наше отделение дежурили, дежурила я периодически была ответственным терапевтом, который просто бегает в любое отделение. Куда тебя вызовут? В реанимацию, там кого-то, что-то посмотрит, запись оставить. В травматологию, там, в эндокринологии. Ты ответственный терапевт, где-то там в хирургии бабушка заплохела внезапно, там сердце заболело. Пожалуйста, ответственный терапевт вызывает ее смотреть, оставляет запись, рекомендации и прочее. Что нужно ей делать в данный момент. Так вот, прихожу я в травматологию. Вызвали меня. Ну, там кому-то после вышло из операции, только что прооперировали тазобедренный сустав, потому что он просто слился раньше времени, потому что там у человека была соответствующая жизненная такая вот ситуация. И, ну, после операции повысил задавление, все обычные ситуации меня вызвали. Значит, травматология находится на седьмом этаже. Мне было неохота ждать лифт, потому что все время очередь из больных, медсестер, врачей и прочее, с первого этажа на седьмой. Я там уже перед этим у нас, все наши клиники соединяются подземным переходом. Я там из одной части своей терапии добежала по подземному переходу, и мне нужно подниматься. Я подумаю, не буду я ждать. Про плавание, да, Катя, расскажу сейчас. Да, это супер. Плавание, это муа, сейчас я объясню. Мне нужно подняться на седьмой этаж. Я просто бегу с первого этажа до седьмой я поднимаюсь. Быстро-быстро-быстро даже лифт обогнала. Значит, ну, захожу в отделение, понятно, что я немножко отдышиваюсь, и меня встречает медсестра на посту. Ну, вес ее примерно был 130 килограмм, примерно, на скидку. То есть, ну, лет где-то, лет 50. А вот, и она мне говорит, ой, доктор, что же, вы не на лифте, что ли? Что же вы пешком? Я говорю, ну да, пожалуйста, мне вот такой вот у меня заявка, вот такой вот палата, такой вот номер, дайте мне историю болезни, я пойду его смотреть. И она говорит, доктор, ну вы что, надо себя беречь, лишний раз движений делать не надо никаких. Надо было вам все-таки дождаться лифта. И вот я посмотрела на это милое чудо медсестринское, весящее 130 килограмм, которое мне говорит о том, что мне надо себя беречь и не надо подниматься на седьмой этаж, конечно же, я ничего не скажу, это мне не нужно все. Пусть она живет, когда она так жила 50 лет, пусть дальше живет человек, то есть он об этом убежден. Но то есть человеку не пришло в голову, что ты, у тебя на твой момент, там, одышка при лишнем движении, там, у тебя у самой давление шпарит, у тебя там бычье сердце, потому что сердцу тяжело гонять, кровь на 130 килограмм. Представляете, как оно должно гипертрофироваться, чтобы эту всю массу гонять? У тебя там просто твои формы, которые, если ты в кресло сядешь, ты вместе с креслом устанешь. Представляете, со суставом все это таскать на себе, печень это все, да, вот это вот ожирение печени, так называемые процессы. Вот, и то есть женщине это, то есть она считает, что это обычно, что главное в этой жизни не двигаться, то есть такова ее позиция, таков ее уровень развития. Вот, я к чему говорю, что не нужно так рассуждать, движение это жизнь. Если где-то есть возможность двигаться, а вы, например, более-менее гиподинамичная у вас жизнь, то вы, пожалуйста, двигайтесь, это для вашего здоровья. Теперь про плавание. Катя, хороший вопрос. Плавание. Вернемся к физике, мои любимые. Я физмат в школе, 10-11 класс была. У меня было 5 физик в неделю, и они все были квантовые. Вот, то есть это физику я люблю. Ну, это самая примитивщина, возьмем. Плотность воды, ну, примерно там тысячи грамм на килограмм. То есть надо полагать, что при погружении тела в эту воду наше тело разгружается именно на эти же показатели. То есть мы там, если вот вы, гравитация в воде уже не действует. Если вы в жизни, вот, на вас там действуют силы притяжения, вы там ходите, все эти диски проседают, таран-таран-таран-таран-таран, уменьшается высота дисков, все это стирается. Когда вы погружаетесь в воду, ать, 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 все опять. И все же это естественным образом массируется, понимаете, изнутри. Бали-бали-бали. А, там кот лежит сзади, поле мне держит. Вот, то есть все суставы, все мышцы в воде все разгружаются. И поэтому плавать чрезвычайно полезно. Ну, конечно, там уже вопрос наших современных хлорированных бассейнов, это уже второй момент, после которых от хлорки там дерматит возникает. Это уже, кстати, сами. Я по этой причине не плаваю, потому что у меня кожа очень сухая, очень чувствительная, и поэтому я выбрала для своей жизни танцы. Раньше, когда-то я занималась йогой, у меня был загон по йоге до восточных танцев. Вот, там всякие эти пранаямы, дыхательные практики, и все асаны, все так, я, ну, неплохо занималась. Вот, а потом, когда в мою жизнь вошел восток, я поняла, что восток – это тема. Вот, танцы женственные, надо работать над собой еще по-другому. И из йоги у меня только остались некоторые асаны, которые я использую в заминке на своих занятиях, ну, и дыхательные практики, вот этот вакуум, так называемый, я его много лет практикую. Вот, собственно, значит, вода, Катя, отвечая на твой вопрос, ты поняла уже, вода – это круто. Более того, у меня был эксперимент, я проводила с собой. Мы знаем, ну, не знаю, возможно, вы не знаете, утром наш рост отличается от вечернего. Разница примерно от 3 до 5 сантиметров. Сравнивая с собой, у меня утром рост 183, к вечеру он может быть 180. Я по-разному себя проверяла, то есть это за счет того, что вы пока спите ваши диски там. Но опять-таки я говорю про молодое тело, то есть которое работает более-менее. То есть это понятное дело, что когда у тебя остеопорост, и так уже все сплюснуты диски. Если там человеку 70 лет, он может утром и какой вечерний рост одинаковый, потому что у него позвонки уже не могут так взаимодействовать в течение дня, как они у него там 30 лет назад взаимодействовали. Вот, я к чему стала это говорить? То есть как-то я там плавала где-то, по-моему, на каком-то курорте я делал эксперимент. Я с утра замерилась, 183, и я весь день плавала. Плавала, 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 много плавала. По-моему, это где-то было то ли в Индийском океане, потому что вода была очень теплая, то ли в Красном море, где можно постоянно плавать, и ты не чувствуешь охлаждения. Ну и все, вечером я пришла замерила, 183. То есть надо полагать, что гравитация была минимальна весь день. Я либо чуть-чуть сгорала, лежала там, кушала, либо я плавала. Чем моему позвоночнику сплощаться? Поэтому плавайте на здоровье. Ну и вот, и всякими вытяжками занимайтесь, вопилатес, йога, милое дело, все эти. Пластика, танцы опять-таки. Девочки, я считаю, что девочка, женщина должна танцевать. Мужчины, да, это спорт, конечно, вы, пожалуйста, там, плавание, хоккей, там, что хотите. Но для девочки, для ее развития, и не только в физическом плане, но и в эмоциональном, в духовном, это танцы. Ничто так из девочки не сделают женщину, ну, красивую женщину, уверенную себе, знающую такую, то есть богиню, как я вот, да, вот женщина – это богиня. Чего хочет женщина, того и хочет бог. Есть такая поговорка, она не безосновательна. Именно танцы развивает в девочке. И сколько на моем опыте, когда к нам приходили дети заморыши, неуверенные в себе, там, в садике, в школе затюханной дома. И как они раскрывались на танцах, занятиях, какие они сейчас стали, это небо и земля. Чувство эстетики, слышание музыки, вот этой оркестровой, духовых инструментов. Потому что восточная классическая музыка, она очень богатая. Я говорю о своих танцах, не вот эти, там, хип-хоп, там, вот эта такая, там. Как бы я бывший рэпер, тоже в школе, и поэтому мне есть с чем сравнивать. Все тексты рэперские, когда я начала понимать английский, что я пела, это просто вообще трэш. Вот, я про красивые слова, про красивые тексты. И, соответственно, женщины. Сколько было женщин, которые я наблюдала за свои годы работы уже тренером, приходили просто такие, неуверенные в себе, всего стесняются, боятся, самобичевания. Они не красятся, не умеют, не одеваться, не двигаться, дикое стеснение на все. И потом, как они, занимаясь танцами, раскрывались, как они превращались в женщин, в богини, уверенных в себя, как у них менялась личная жизнь. Как они в жизни начинали выглядеть уже, их волосы, лицо, подача, энергетика, как они на сцене становились другие. То вообще безэмоциональное лицо, которое всего боится, в пол смотрит. И как она потом стала взаимодействовать. То есть, сцена все вот это вот обнажает. И поэтому, когда человек меняется на сцене, он другой становится, он в жизни другой. Все это систематическая работа над собой. Ну и, конечно, здоровый аспект тоже самое. Так, Лена, и плавать нужно не сочинским брасом, когда голова сверху в статичном положении над водой, 40 минут. Шея как раз и заклинивает, когда «Да, слушай, Таня, муа!» Да-да-да, вот тоже очень хорошо подмечено. Про статическое положение шеи как раз, да, когда вот это плывешь, я солидарна. Я поэтому обожаю валяться на спине на воде. Я куда-нибудь уплываю. Пару раз меня так в Индийском океане немножко далеко унесло, когда там же как вроде нет течения, но тебя куда-то вот так вот так выносит. И если ты расслабляешься, просто я кайфую вот так отплыть подальше, где людей нет, лечь на спину, шею расслабить просто вот так, уши в воде. То есть ты даже не слышишь, что происходит такой вот этот гул просто. И я так раз, пять минуток лежу, просто кайфую, солнышко светит, я там загораю. Ну, конечно, там все обмазаны кремами, чтобы не загореть моментально. И бац! Так, а меня, оказывается, вообще от моего пляжа далеко унесло его прям вообще далеко. Ну и все, начинаешь плыть. Собственно, еще раз минком. Да, да, поэтому надо, движение должно быть. Опять-таки вот статическая работа шеи, шея начинает клинить, когда очень много статической, да? Она должна быть статической какое-то время. И потом опять динамика, то есть мышцы нужно двигаться, сокращаться, расслабляться. Так, и показания, противопоказания к физическим нагрузкам. Наша дискуссия продолжается, уже полчаса вещаем. Показания, противопоказания к физическим нагрузкам. Ну, надо полагать. Мне кажется, все знают, что противопоказания – это в первую очередь острый период каких-либо болезней. Но если у вас сейчас обострение вашего остеохондроза, там, корешковый синдром, вас там заклинило, поясница болит, полноги отваливается, шею заклинило. Ну, понятное дело, что вы не будете танцевать халиджи шеей, когда она заклинила, танец шеи, да, танец волос, Саудовская Аравия. Или пытаться там делать зарядку и прочее, там, заниматься йогой, когда у вас там заклинило все. Понятное дело, что вы с температурой не будете заниматься. Я все-таки думаю, что, ну, я говорю сейчас очевидные вещи. Потому что хотя бы если взять высокую температуру, когда человек находится в каком-то остром инфекционном процессе, неважно инфекционном, может быть, даже аутоиммунный, вот какой-то острый период, у человека болеет, у него высокая температура, там все, он лежит. Если вы в этот момент начинаете нагружать свое сердце и свои мышцы, то это чревато опасными осложнениями. В первую очередь миокардит – это воспаление сердечной мышцы. Вещь опасная, очень опасная. Поэтому даже всем детям, когда они заболевают, им потом выдают справку о том, что две недели не заниматься физкультурой. Потому что даже после окончания температуры некоторое время и вот эти вот воспалительные цитокины и провоспалительное состояние организм находится, еще имеет место быть. И все это в крови циркулирует. Если человек начинает заниматься нагрузками активными, брать, нагружать сердце, это все может запустить мощнейший процесс против этого сердца. Поэтому в период болезни заниматься спортом нельзя. Любых болезней. Все за и против. Ой, это мы уже ответили. Ну, какие еще могут быть противопоказания к занятию спортом? Переломы, понятное дело, гиподинамия, все, и мобилизация. Вот, это все ненужное. Даже, ну, сдавайте вопросы так, что мне в голову. И вот. Ну, и показания. Показания – это сама жизнь. Если у вас руки-ноги на месте, и то даже обратите внимание, параолимпийские соревнования, даже люди, которые лишаются каких-либо частей тела, это не показания, не повод не двигаться тем остальным телом, которые у вас есть. Движение, оно всегда первично. И даже когда после пневмонии люди начинают выходить или каких-либо других легочных заболеваний, затяжных, там всегда на первом месте в плане лечения идет дыхательная гимнастика. Опять-таки движение. Чтобы грудная клетка двигалась, легкие двигались, и все это улучшалось кровообращение внутри самой легочной ткани, в бронхах и в сердце. Поэтому это обязательно. Мне так кажется, что я тезисно смогла донести до почтенной аудитории необходимость физической нагрузки и занятий чем-либо в нашей жизни, особенно сейчас в период карантина. А, слушайте, вот еще последний момент скажу про эндорфины. Тоже ничего нового, но я просто напомню. Занятие спортом в удовольствие, не на износ, конечно, а в удовольствие способствует огромному выделению так называемых гормонов счастья, эндорфинов. Поэтому те люди, которые регулярно занимаются физической культурой, среди них особо депрессии вы не встретите и самоубийц. А те, кто не занимается спортом вообще, они склонны все, знаете, культивировать каждую проблему, мне плохо там вот лежать, умирать и прочее. Знаете, просто я тоже как бы в своей врачебной практике много встречалась с такими людьми, которые уходят в хандру, ну и вот он лежит, вроде у него все уже анализы, все хорошо, все неплохо, все замечательно, ты даже можешь работать. Ну нет, вот у него хандра, все плохо, я хочу умереть. Я понимаю, что если бы он сейчас пошел два часа в зал и покачался бы нормально, с маленькими весами, или там походил бы по лесу нормально.